Дмитрий Анатольевич, у нас он еще ведь и, как выяснилось, стратег. Помните, был такой анекдот, когда Петька вбегает к Василию Ивановичу и кричит ему «Василий Иванович, белый кругом!» Василий Иванович выбегает на крыльцо и говорит «Ах, обалдеть!» Поворачивает в другую сторону «Ой, какой кошмар!» Смотри, она в третью сторону «Ах, ну все, конец!» А Петька рядом стоит с восторженным придыханием «Ну, стратег! Ну, стратег! Ну, стратег!» Вообще, стратег у нас Владимир Владимирович, а Дмитрий Анатольевич, он по статусу «тактик». Стратег говорит «Куда?», тактик отвечает на вопрос «Как?». И, тем не менее, как выяснилось, Дмитрий Анатольевич у нас стратег. Учитывая неиссякаемый профицит бюджета, он заглядывает вдаль и на всякий случай прозорливо ищет варианты снижения затрат на себя лично и на коллег по цеху, как ни странно. Это очень редкий пример самопожертвования, возможно, первый в истории России в радиусе обозримых двух веков, 20-го и уже в разгаре полыхающего 21-го. Дело в том, что Дмитрий Анатольевич предлагает вежливо отговорить владельцев страны от персоналок, от этих самых ненавидимых населением автомобилей, черных с мигалками, и Дмитрий Анатольевич предлагает коллегам по цеху самостоятельно рулить на личном транспорте по служебной необходимости. И в этой связи он подписал на днях проект постановления о порядке выплат компенсаций госслужащим. И, осмеливаясь на такое сложное дело, он ведь, обратите внимание, он предлагает блестящий совершенно выход. Он предлагает эту самую компенсацию. Это ведь тоже очень редкий пример, поскольку минимизировать ущерб у нас в стране не очень-то принято. А тут такая роскошная приманка. Она, самое главное, она формирует побудительный мотив. Если министр, президент, ну или владелец какого-нибудь департамента отпустит на волю своего персонального водителя, а стоит в покое черный автомобиль с мигалкой с неприкасаемыми номерами, и сам сядет за руль личной собственности и поедет по государственным делам, то ему выплатят по итогам месяца до 3000 рублей, в зависимости от объема двигателя. У Владимира Владимировича, например, у него всего две машины. У него 21-я Волга, соответственно, у нее объем двигателя больше двух литров. И Нивы у него, это меньше двух литров. Поэтому, в зависимости от того, как именно Владимир Владимирович будет рваться на работе, он либо получит 3000, если поедет на 21-й Волге, ну, либо чуть поменьше, если поедет на своей Ниве. Кстати, и что приятно, Дмитрий Анатольевич предлагает совладельцам страны пересесть еще и на мотоциклы, ну, вдруг у кого в гараже есть. Тогда компенсация может подскочить до рубежа в 1200 рублей. Это колоссальные деньги! Ни один чиновник не устоит против такой серьезной прибавки к жалованию. Ведь этой суммой он не только покроет амортизацию машины, затраченное топливо, затраты на ОСАГО, на КАСКО, дорожный налог. Прелесть ситуации в том, что он явно оставит еще немножко денег себе на карманные расходы. Даже в случае с мотоциклом тоже кое-что останется. Разве нет? Разве у нас в стране не такие зарплаты, чтобы 3000 рублей оказались грандиознейшим довеском? Дмитрий Анатольевич, он чрезвычайно квалифицированный, очень компетентный. Он великолепный, просто прекрасно владеет информацией и на зубок знает статистику. Ну, например, вот бабушки у нас по стране, они просто счастливы за 300 пенсионных рублей в месяц. Конечно, он это великолепно знает. У нас мрот, это минимальный размер оплаты труда, он давит своим тысячерублевым изобилием. Он позволяет учителям и врачам многократно перекрывать этот рубеж. Вы представляете, как просто шикарно живут эти люди, потому что они получают по 2, по 3 мрота. А ведь минимальный размер оплаты труда, это тот самый уровень, который позиционирует экономику страны, ее успех, ее благосостояние. И Дмитрий Анатольевич прекрасно понимает, что в нашей стране благоденствие всеобщего – это просто залихватский минимальный размер оплаты труда. А какая у нас потребительская корзина? Дмитрий Анатольевич в курсе, что она своим вот сытым изобилием просто развращает людей. А тарифы ЖКХ, они ведь позорят страну минимализмом. И оставшаяся в живых промышленность из 1200 заводов преимущественно оборонного комплекса, она невероятно стабилизирует экономику. И тут еще несколько тысяч рублей за удовольствие порулить самостоятельно. Кто же откажется? У нас же среди чиновников страны дураков-то нет. Они на такую приманку соблазняться непременно. Представляете, порулить свои машины. Помните, как у Дмитрия Анатольевича пару попыток было? Один раз он приехал в Союзную Республику к приятным нашим хорошим ребятам, выпрыгнул из-за руля, а забыл, что коробка автомата, ее нужно из драйва хотя бы в паркинг перевезти, и машина поехала толпу давить. Ну, хорошо, там ФСБшники, ребята с ФСОшниками, прытки, они там телами загородили, дернули все, что надо. А второй раз, когда Дмитрий Анатольевич решил сам порулить, ну, понятно, BMW, его машина незнакомая, пришлось вычистить пейзажик. Зеленые газончики, солнышко светит, людей вокруг нет, разбежались. Ну, конечно, навык приобрести, и Дмитрий Анатольевич, конечно, сам бы с удовольствием порулил. Понятно, что ему это нравится. Вы помните, как они с Владимиром Владимировичем, например, вдвоем на одном комбайне пахали, там что-то убирали? Ну, нравится человеку, конечно, а тут еще компенсация, 3000 рублей, великолепно, в нашей-то изобильной стране. Ну, конечно, вот этих людей, чиновников наших, депутатов, их немножко жаль. Знаю из достоверных источников, что инфляции в России не бывает выше 6%, хотя, конечно, Михаил Делягин что-то там такое нехорошее говорит про то, что у нас инфляция 40% в год. У нас бюджет в гарантированном профиците. Дмитрий Анатольевич, конечно, вот при таком положении вещей, он ведь пытается снять серьезную нагрузку затрат с бюджета, чтобы не тратились на гаражи, не тратились на водителей. У нас в Госдуме гараж обходится в 600 миллионов рублей в год. Только гараж Госдумы, представляете? Вот чтобы этому не произошло, Дмитрий Анатольевич замахивается на коллег по цеху, то есть он замахивается в том числе и на себя, и на Владимира Владимировича. Он подкидывает вот этот материалистический соблазн президенту и своим коллегам, а оставил бы президенту, любимому руководителю, его бронированный пульман. Сам он, разумеется, ездит на Мерседесе в исполнении «Карадо-де-Шатле». Соратникам оставил бы их Майбахи, Бентли, Роллс-Ройсы, скромненькие во все времена Мерседесы, а вот эти несусветные деньжища, вот эти вот 3000 рублей или 1200 за мотоцикл, вот обрушил бы на бабушек в деревнях, на педагогов, на врачей. Кстати, они, конечно, от добавки в 1200, в 3000 рублей поперхнулись бы счастьем, но ведь спасибо бы непременно сказали, любимый руководитель, стратег. От себя оторвал, людям помог. Примечательно, что от Дмитрия Анатольевича кто-то скрыл важнейшую подсказку. Дело в том, что компенсации за автомобиль для чиновников у нас в стране действуют с 2000 года, но касаются только отечественной техники. Поэтому, вот вы, наверное, видели иногда, бывает, запорожец так крадется где-нибудь в потоке. Это министр едет. За запорожец полагается компенсация в месяц 116 рублей. Иногда бывает, в Волгой едет там какая-нибудь 31-я. Это 2021 рубль. За УАЗик столько же. Москвичонок бывает так порскнет где-нибудь. Ну, это точно администратор президента. Вот это очень привлекательная льгота, когда люди могут не тратить народные деньги, не обременять водителя с зарплатой в 60-90 тысяч, иногда в 50 тысяч, отпустить его на вольную, самому сесть за руль и получить компенсацию в 116. Именно поэтому мы в потоке, когда видим запорожцы, жигули, москвичи, в основном это министры, это какие-нибудь губернаторы, это депутаты, это Совет Федерации. Вот эти люди, вот они, они с нами, они с народом, они едут на этих машинах и тихонечко вот этой льготой пользуются. Бывает, кстати, мотоциклик какой-нибудь там, Уралишка, 100 рублей, между прочим. Почти как за запорожец. Тоже вот так вот в потоке едет, смотришь, на Урале кто-нибудь. Это не какой-нибудь Хонда-Валькирия, не, это вот министр на Урале едет 100 рублей в месяц. Ведь счастливы, на самом деле, не меньше бабушек эти люди. Понятно, по их лицам, да и по их действиям. Возможно, конечно, Дмитрий Анатольевич все это знал, но решил просто демократично расширить привилегию на иномарке, чтобы, например, Владимир Владимирович решительно легализовал свой трехколесный Харли Дэвидсон. Помните, Владимир Владимирович у нас ездил на такой штуковине, ну, чтобы не упасть. Очень примечательная штука, ведь у нас же Альфа-стерх, он лично вводил корюшку на нерест, лично истребителем управлял, пожары тушил, опять-таки на комбайне там что-то такое делал. А еще он у нас и Альфа-байкер. Ну, вот тут бы Владимир Владимирович сел бы на мотоцикл. Дмитрий Анатольевич, как человек на бюджете сидящий, ему бы 1200 по итогам. Все-таки иномарочка приличная. И спасли бы мы наш пожизненно профицитный бюджет от этого серьезного финансового обременения. Вот в чем стратегия. Вот появился наконец-то у нас человек с государственным мышлением. Он смотрит на несколько шагов вперед. Потому что, а вдруг дефицит в бюджете? А тут, вот смотрите, какая запасная статья. Лучшие люди страны, депутаты. Вот сейчас как раз голосование по закону об Академии наук показало, что среди них есть даже один приличный человек. Это тот самый, который сказал нет и не проголосовал. Представляете, и вот эти все достойные люди поедут на своих. У них же есть по декларациям посмотреть техника-то так себе. Так уж и быть. Не заработали. Что делать скромные люди? Плоть от плоти, кровь от крови народной. И радостно за них. Потому как логично совершенно подобное стереотипное поведение людей. И Дмитрий Анатольевич, конечно, порадовал. И знанием страны, и ставки знает, и движение денег понимает. Вот зря злые языки как-то подозревают Дмитрия Анатольевича в том, что он полностью оправдывает вот это свое интернетовское прозвище Димон. Нет, ну что вы, не тактик, стратег. Вот что значит он был 4 года президентом нашей страны. Вот это охват мышления. Абсолютно правильно, что он подписал. Теперь главное, чтобы утвердили эту бумагу. Перерыв на новости. 6 баллов у нас лукавого Яндекса. Москва потихоньку начинает умирать на вылетных магистралях и на кольцах. Вот Ленинградка, например, за пределами МКАДа в принципе уже сдохла. Там все 25 баллов. Ну, утешайтесь тем, что те, кто здесь умер вместе со своей техникой, наслаждаются цифрой всего лишь 6 баллов. Начинаем общение. Телефон 6510996. Это прямой телефон Сергея Асланяна, если кому интересно. Набирайте, давайте узнаем, что нас беспокоит еще, кроме прозорливости Дмитрия Анатольевича. Егор, здравствуйте. Добрый день. Я хотел задать вам два вопроса. Первый, вот что вы думаете про Opel, Insignia, значит там дизель, полнопривод, автомат? О, шикарная машина. Если вы хотите ее покупать, чуть-чуть подождите, сейчас выйдет рестайлинговая версия. Она уже заявлена, ее вот-вот покажут. То есть под конец года, либо в начале. Потому что Insignia сама по себе молодец, но ей полностью переделали там по салону приборы другие, устранили все какие бы то ни было болячки. Вот Insignia вошла в пору того расцвета, когда ее необходимо брать. Она не зря ведь по Европе держит второе место по продажам после Volkswagen Passat. Очень достойный автомобиль. А вот это сочетание полного привода и дизеля, это оптимально. А дизель надежный, вот этот, на нашу, как солярка реагирует? Он достаточно надежен. Он сдохнет точно так же, как любой другой дизель, хлебнувший какого-нибудь там евро-8, евро-25. У нас ведь очень мало настоящих колонок, торгующих настоящим топливом. У нас такая неприятная манера франчайзинга, когда всякие какие-то бодяжники получают право называться, например, лукоилом. Вот если по региону посмотреть, то количество паленого топлива на лукоилах, оно просто запредельное. Написано лукоил, приезжаешь, получаешь чек-энжин, через какое-то время проблемы по мотору. И на чеке, если посмотреть, там будет написано какой-нибудь там Васи Пипеточкин, ЛТД, а не лукоил. И предохраниться от этого невозможно. В принципе, везет, конечно. Особенно, если мы всерьез и ненадолго выезжаем из нашего МКАДа, за пределы его, осваивать страну, то шансы на выживание больше. А так, ну, можно в деревне такого хлебнуть. Да и в Москве можно такого хлебнуть, что любая машина сдохнет. Вспомните, сколько скандалов было, например, по Бридж Петролиуму. Как у них шикарно совершенно от 98-го топлива подыхали элитные Мерседесы, БМВ, и Братва, Мордовороты и прочие депутаты после этого негодовали и пытались как-то нагнуть. Ну, в итоге нагнули, конечно, Бридж Петролиум. И еще один вопрос, хотел узнать прошло просвещенное мнение. Вот сейчас Торос продают, Хаммер Аш-3. Ну, вы знаете, прекратили на Калининграде в 9-м году. Да-да-да. Вот что вы думаете, честно говоря, про такую машину? Есть резюмс не сказать? Для каких целей? Ну, трудно сказать. Вообще, в принципе, есть резюмс. В принципе, как игрушка. Знаете, для человека с хорошим чувством юмора и с лишними тремя миллионами в кармане замечательно. И они сейчас продаются от миллиона восьмидесяти до полутора. Да, это понятно. Эти машины несуществующего бренда, скончавшегося именно в силу своей никчемности и серьезных проблем, в том числе и по конструкции, продающиеся за миллион, это покупка для человека с избыточным чувством юмора. А поскольку ее нужно будет еще как-то содержать и ремонтировать, то тут понадобится как раз второй-третий миллионы. Хаммер сам по себе, он задуман неплохо, он отвратительно исполнен, он сделан из пионерского материала силумина. В принципе, очень многие жизненно важные узлы и агрегаты этого изделия можно согнуть пальцами и разогнуть опять-таки в нужную сторону. Он очень хороший одноразовый боец с бездорожьем в силу мощности своего мотора. То есть у него мотор настолько избыточно мощный, что он создает иллюзию вседозволенности. Иллюзия кончается где-нибудь на пеньке. Бац, и все. И эта штука обмякла по форме пенька и стала там тихим приложением к природе, обрастающим мухом. Хаммер сам по себе, он делался людьми, которые понимают толк в бездорожье. Но пришел враг-технолог, сказал, что это недопустимо. Потом пришел маркетолог, сказал, что все она, они все чайники не поймут, это из силумина или из чего. И в результате конструкцию неплохую исполнили так, что я бы никому не советовал покупать Хаммер. Вообще. Ну, в принципе, никакой. Ну, если только списанный из армии, тот, который имеет обозначение H1. Он, правда, немножко шире, чем улица любая в нашем городе. Хаммер H3, ну, он великолепно будет смотреться на дачном участке перед воротами. Стоит сам по себе. Еще рядом Defender поставить, и все. И можно надеть на себя пробковый шлем, гетры и гордиться. Причем так вот, знаете, с понедельника по пятницу по утрам, а субботу по воскресеньям по вечерам. Вышли, погордились, и все, и нормально. Спасибо большое. Сколько оптимизма, Егор, в вашем голосе. Борис, здравствуйте. Алло. Здрасте. Здрасте, добрый день. Подскажите, вот такая ситуация по наследству до 100-6-5-2001 год. 2,3, но не аэровектор, который. Вот, пробег, вот я сейчас говорю, 48-360. То есть родная краска, в общем, все практически родное. И вот не знаю, в сомнениях, что с кем дальше делать. Ездить. А какие у вас варианты? Продать его, вы продаете большую хорошую машину, на которую, кстати, какое-то количество запчастей еще есть. И тем самым вы делаете подарок в пользу человека, следующего его купившего, потому что всерьез заработать не получится. То есть вы его скинете по минимальной цене. По большому счету, по цене Жигулей. То есть вы кому-то делаете подарок на неизъезженной хорошей машине, которой, в общем-то, хватит на ближайшие 250 тысяч без вопросов. Ну, возможно, там по коробке что-то будет. Ну и что? Коробка механика. Ну, значит, не будет. Значит, будет там через 150 тысяч замена сцепления. И эта машина уникальная, грандиозная, великолепно сделанная. СААП погиб не потому, что он не умеет делать машины, а потому что шведские рабочие получают столько же, сколько шведский премьер-министр. Например, если бы у них там стояли на конвейере какие-то другие люди с меньшим коэффициентом трудового участия и с другими зарплатами, фирма СААП еще бы пожила. А так она скончалась, будучи гениально конструктивно. Те машины, которые они делают, пусть даже на GM-овских платформах, они все равно самобытные. Они все равно СААПовские. Они все равно очень интересные. Я бы не расставался. Я бы его любил бы, носил бы его через лужи на руках, аккуратно бы на нем ездил и лет через 20 бы тихо передал по наследству еще кому-нибудь. Ну, то есть использовать как коллекционный автомобиль, скажем так. Ну, знаете, коллекционный автомобиль, это, как говорит Сан Саныч Пикуленко с эхо Москвы, это как старая женщина. Одни болезни, никаких удовольствий. А здесь у вас наоборот. Машина в полном расцвете сил, как пресловутый Карлсон из той же самой страны. Пропеллер крутится, здоровья хватает, возраст как раз, обкатку прошел, и вперед. Тем более большая, хорошая. И едет она замечательно. И после этой машины очень болезненно будет пересаживаться на что-то еще, потому что к тому моменту, когда вы осмелитесь эту машину все-таки поменять, мир деградирует до состояния полного айфона. А тут вы приходите с точкой отсчета в виде СААБа. И у вас будет непонимание с этим миром. Вам придется на какое-то время пересесть на велосипед, чтобы просто понять, насколько он сурово изменился. Ну, потом уж так и быть, смиритесь, что-нибудь купите другое. А этот СААБ, он себя еще только-только-только начал проявлять с лучшей стороны. Ну, ясненько, спасибо. Просто был большой соблазн продать действующий X-Trail. И его что-то более такое уже... Какое? Вот у вас X-Trail молодой, старый? Нет, X-Trail тоже пожилой, в предыдущем еще кузове, но еще как бы бодрый. Бодрый и, кстати, не такой плохой. И если не обращать внимания на его странные приборы, спрятанные почему-то не в то место, куда люди обычно смотрят, то во всем остальном хорошая легковая машина повышенной проходимости. Вот у вас два таких удивительных автомобиля. Ну, на что-то одно общее, единое денег все равно не хватит. Потому что сейчас... Вот сейчас мы, кстати, наблюдаем с вами счастливый момент агонии. Обратите внимание, как поползли цены вниз. Уже приятно. Вот я, например, с наслаждением смотрю, как они балансируют на грани разорения. А поскольку у меня есть масса инсайдерской информации о том, как сейчас дергаются представительства, которым я искренне желаю как можно скорее обанкротиться и покинуть нашу страну, там паника совершенно фантастическая. Значит, мы сейчас с вами будем свидетелями того, как цены снижаются еще. Но пока не до того разумного предела, когда престарелый X-Trail и практически коллекционный СААП можно обменять на что-то за адекватные деньги. Они же до последнего гады хватают зубами наш кошелек и кричат, что миллион — это только стартовый билет вхождения в приличный автомобильный класс. Так и есть. Вот знаете, когда, например, B-класс будет стоить 250 тысяч, ну там Solaris, вот у Solaris красная цена 250 тысяч, вот C-класс — это гольф-класс, он не смеет ни при каких обстоятельствах стоит больше, чем 600 тысяч рублей. Вот когда мы к этому придем, а D-класс, он должен упираться в отметку миллион. Я надеюсь, что они скоро все передохнут, и мы к этому счастливо придем. А пока у вас две очень неплохие машины, вы их любите, а они вас любят. Ну так и какие проблемы? Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад, что вам зазвонился. Люблю вашу передачу, слушаю ее ежевечерне практически полгода. Да вы маньяк, Сергей. Да, да, и получаю от этого несомненное удовольствие. К предыдущему разговору, владею Renault Laguna 3, турбодизель, 4 года уже машинки, пробежала 130 тысяч. Вы ее откуда достали, Сергей? Откуда она приехала? Вы знаете, она продавалась еще тогда в России. Это были стоки, в 2009 году были стоки из Европы новых автомобилей 2008 года. И продавались они по бешеным скидкам. Со скидкой в 185 тысяч рублей. И почем вы ее взяли тогда? Я ее взял за 820 с копейками. Очень неплохая была скидка. Хотя, конечно, все дороговато, но тем не менее 820 тысяч достойно. Да, шел за Volkswagen Passat и вдруг улыбнул турбодизель мне и Renault, что я его взял. Нет, машинка, конечно, хорошая, но в настоящее время есть постоянное место жительства в ближайшем к Москве-загороду. И, в принципе, в Москву уже давно не езжу и не хочу больше ездить. Правильно. Езжу по загородным трассам и, честно говоря, напрягает зимой неочищенные дороги. Хотелось бы что-нибудь подкупить с подключаемым задним приводом автоматическим. Рассматриваю в качестве покупки либо поддержанный Jeep Grand Cherokee четвертого поколения, либо, соответственно, турбодизель, либо новый Hyundai Santa Fe. Santa Fe сейчас как раз тоже в цене начал снижаться. Он уже есть за полтора миллиона. Сам по себе автомобиль очень достойный. Если есть возможность купить... Извините, перебью. В той комплектации, которую я хочу, он стоит миллион семьсот пятьдесят. Тогда ждите. Но самое главное, купите новую машину. Не покупайте поддержанную. Да, профсоюзный потихонечку плавает в этой лужице. Мы с вами потихонечку продолжаем плыть по течению нашего эфира. 65, 10, 9, 9 и 6. Здравствуйте. Алло. Алло. Я вас рад слышать. Да, это я. Здравствуйте. Меня зовут Максим. Да, Максим. Я вот такой вопрос хотел вам задать. Где-то год назад, в августе, я приобрел Opel Astra Sportura. Ух ты. Автомобиль. Так. Вот такой довольно нечастый автомобиль, но уж очень понравился. Красив. Вот. Да, красив, да и в принципе удобен. И от Insignia недалеко, в общем-то, ушел. Да. Оснащение. Хотя вы его настолько любите, что не таскаете на нем объемных поклаж. Именно поэтому вы полностью довольны его кузовом, который не зря называется Sport Tourer. Sport в том смысле, что туда кладется две клюшки для гольфа. Чемоданы не. Ну, не знаю. Я в свое время, когда покупал, рассматривал как вариант SID. И вот у SIDA подвеска-то, по-моему, гораздо меньше выдерживает, чем у Astra. Потому что здесь уже и по 300 килограмм приходилось водить. И, в общем-то, он даже особо и не садился. Ух ты. Ну, подвеска плюс объем. Все-таки у Astra, у нее геометрия пространства не такая. Чемоданистая, как у SIDA. Ну, возможно. Просто это комплимент вам на самом деле. Потому что, вот вы обратили внимание, что очень многие звонящие в программу говорят, а вот у меня родился ребенок, мне теперь нужен железнодорожный вагон на колесах, потому что у меня памперсов 8 тонн, у меня жена полторы тонны, еще я с собой ввожу бананы тоже тонн 5. Ой, я не помещаюсь в свой грузовик. А у вас все замечательно, у вас полный баланс. И вот эта машина, которая для большинства людей кажется недостойной в перевозке тяжести грузов и объемов, на самом деле у вас великолепно служит помощником по хозяйству. Это вам плюс. Спасибо. Сергей, а вопрос вот какой. То есть у меня предыдущая машина, в принципе, я никогда не обращался к официальным дилерам. То есть я ее сам обслуживал. Правильно. Вообще в сервисе. То есть у меня, в общем-то, есть и возможности, и способности. Ну, не об этом сейчас. И эту, в принципе, машину, когда я брал, я тоже вообще не планировал ее обслуживать у дилеров, но тряслась такая неприятность, и у меня образовалась течь масляная по двигателю, довольно серьезная на поддоне. Ух ты! И в связи с этим пришлось делать ИТО. И, в общем-то, вот я с дилером воевал полгода. Мне раза четыре, наверное, исправляли. Ну, вот более-менее удачно, в последний раз в начале июня исправили. И в связи с этим у меня вопрос. Вообще по машине какие-то серьезные такие проблемы есть? То есть пришло ли время слетать с гарантией, то есть мне с вами начинать ее обслуживать? Или стоит еще подождать, посмотреть? А что с двигателем-то было? И какой объем мотора? 1,6 атмосферник. Так. Вот, как от предыдущего Астра двигателя. В принципе, двигатель я считал всегда надежный, что от него не стоит ожидать никаких проблем. Но вот была масляная течь по поддону двигателя, пустыка, его два или три раза переклеивали, вот, потом в итоге заменили. Двигатель? Нет, не двигатель, поддон. Сказали, что какая-то микротрещина поддона была. Понятно. То есть обычный был брак, просто-напросто? Ну, наверное. Хотя я, честно говоря, до сих пор живу. Не уверен, что это трещина поддона, поскольку я сам смотрел течь, течь была по стыку. А при этом у вас машина трижды была в ремзоне в течение года? Четырежды. То есть я ее заметил перед Новым годом, течь. И вот, в принципе, где-то раз в месяц я у них бывал. Ну, вы, в принципе, могли уже, поскольку дефект часто повторяющийся, потребовать замену автомобиля, поскольку по закону о защите прав потребителей вы имеете на это полное право. У вас один и тот же дефект, они пытались четыре раза вылечить, и только с четвертого раза смогли. Да, но тут есть один интересный момент. Я себя сначала неправильно повел. То есть я как-то понадеялся на порядочность. Так не бывает, похоже. Не бывает, конечно. Ну что вы. Вот, я обратился раз, обратился два. Когда я им сказал, что, в общем-то, у меня уже третье обращение будет, они сказали, а нет, мы вот второе ваше обращение, мы старую заявку открыли, и по ней же, типа, продолжили работы. А вот новую не открывали. То есть официально у меня всего одно обращение. А это не важно, потому что заказ снаряды и лукавства с их стороны квалифицируется по статье 159, часть 1, мошенничество. А там как раз написано о том, что это обман либо злоупотребление доверием. Потому что по свидетельским показаниям, которые у вас тоже есть, вы четыре раза приезжали в сервис с одной и той же поломкой, а они специально, мошенническим путем, получая от вас деньги, зарегистрировали это всего лишь как одно обращение. Каковым по факту оно не является. Поэтому, если хотите, мы с вами можем поиграть в эту игру через московское представительство. Я с удовольствием вцеплюсь им в нежную часть тела. Но на данный момент я, честно говоря, не знаю, исправить-то они исправили. На данный момент вроде течи сейчас не наблюдают. Я вместе почти действую, течи вроде нет. Поэтому на данный момент не знаю, как меня себя вести в этом направлении. Если у вас, если нет задора помахать шашкой и свернуть в бараний рог московское представительство GM, тогда, конечно, не стоит, потому что все мы мирные люди. Порох у нас сухой, пороховницы полные, ягодицы в ягодицах, соответственно, тоже без проблем. Но, что мы будем воевать? Машина хорошая, все исправлено, вы на ней ездите, получаете огромное удовольствие. Ну и продолжайте. Тем более, что вы сами, если что, ее подстрахуете. Благо, руки из того места, возможность есть, навык, опыт, квалификация. Ну, в принципе, да. Сергей, еще вот можно один вопрос? По этой машине. В общем-то, у этой машины, я когда приобретал, то есть это узнал, у него задняя подвеска довольно оригинальная у этого автомобиля. Да. То есть там стоит шарнир УАТА. Да. В принципе, как он устроен, что он по большей части ставится на какие-то спортивные автомобили, вот, это я из интернета выяснил. Но так я и не выяснил, в чем-то основное его преимущество. То есть вообще, собственно говоря, почему он такой хороший. Хороший вид. Он вообще-то называется параллелограмм УАТА. И эта штука, это самый легкий и беспроблемный способ заставить довольно изящную конструкцию задней подвески имитировать многорычажность, каковой на самом деле она не обладает. Хуже не становится, лучше действительно становится. И вот это очень изящное решение с качающейся палкой, двумя тягами, она позволяет задней подвеске лучше отрабатывать скоростное прохождение поворота. Эта кинематика, она как всегда в нюансах. Это миллиметр туда, миллиметр сюда, полграмма здесь, полграмма там. И вот почему на такие сложные инженерные изобретения народ сейчас не падок? Потому что 99% водителей понятия имеют, что у них там внизу, как это работает. Главное, я приехал, и все было хорошо. У вас это получается более изящно. И в принципе, такие вещи очень любят ставить на машины с избыточной мощностью. Просто инженеры GM решили добавить вам немножечко изюма. Добавили. На мой взгляд, правильно поступили. Потому что, с одной стороны, конструкция, и тут же очень важно, производственно дешевизна этого процесса. Недорого, но изящно и классно работает. И при прочих равных условиях, на машине с простой балкой сзади, вы, например, на такой же скорости, с такой же нагрузкой и с такими же векторами ускорения, в один и тот же поворот вошли бы по-разному. На Opel'е чисто и красиво, без сноса. А на любой другой машине, ну, например, на каком-нибудь лучшем автомобиле современности, в отдельно взятой шестой части суши, на каком-нибудь ВАЗе, вот там вы убились бы насмерть. А здесь нет. Вот для того и сделано. Ну, просто вы еще, к тому же, обладаете пытливым умом, поэтому вам было интересно, что же такое этот программу АТО. А представляете, что этой конструкции больше ста лет? Я догадываюсь. Вообще, АТО довольно давно жил. Да, да, да. Это вот, нам же кажется с вами, что все изобрели недавно, а когда вот начинаешь понимать, что турбине уже сто лет, карбюратору там сто двадцать, ну, про кардан мы и так знаем, ему уже несколько веков, потому что он вообще-то из средневековья к нам пришел. Ну, и понимаем, что мы ездим на конструкции, которой ну, очень много лет. Технологии, да, современные, но конструкция, ну, и сам двигатель Отто, ему тоже, в общем, уже скоро будет двести. Ну, да, ну, в общем-то, все довольно давно и запретено. А АТО еще, по-моему, еще вот тут известен как изобретатель своего центробежного регулятора, тем известного. Да, параллелограмму он изобрел уже, что называется, по ходу дела. Ну, вот, как у нас, например, классические Жигули ездят с тягой Панара. Ну, так и Панару уже сколько лет, и его другу Левассору. Это же конец девятнадцатого. Вот оно, пожалуйста, по сию пору у нас. Все, все с нами. Это хорошее, изящное, инженерное решение, и молодцы опелевсы, то, что на него пошли. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Рад вас слышать. Я тоже рад вас слышать. Давно вас слушаю. Очень рада передача. Ну, вопрос стандартный. Хотел узнать про свою машинку, сколько проживет и чего от нее ждать. Машинка Hyundai Elantra третьего поколения. Ух ты. Это хэтчбэк, который, как, вот, девятки, двенадцатки. Да, 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 да. Корейку, именно корейку искал специально. Ага. Вот. 1.6, автомат, ну, 50 тысяч пробег нашел. Не знаю, правда, неправда, но проблем не доставляет вообще никаких. Уже 30 отбегал. Вот. За глаза. Александр, а сколько вам лет? Я молодой папа, мне 24 кг. О-о-о. То есть вы по своему пробегу не дотягиваете до возраста автомобиля и точно совершенно его переживете? Ну, я думаю, быстрее мне надоест. Конечно. Александр, не пытайтесь от этой машины дождаться какой-то подлянки. Ну, возможно, что у нее, конечно, где-нибудь после 100 тысяч в коробке будет какой-то там подозрительный звучок, легкое запаздывание при переключении. Слушайте, но эти 100 тысяч могут грянуть нескоро. Конечно, в пробег в 50 мы с вами можем и не поверить. Ну, как бы книжечки, все это было. Ну, просто у меня сейчас работа такая, что я много езжу, поэтому... Ну, знаете как, причина, по которой мы покупаем машину, она всегда самая уважительная. Тут мы с вами всегда правы. Ребенок родился. Конечно. Конечно, конечно, ну, а что? Чтоб коляска вылезала, самое главное. А коляска, кстати, туда замечательно вылезает. Вообще, даже ничего не снимаешь. Ни колеса, прям так загиб. Да, она туда буль в этот багажник и потерялась где-то. Сверху ее лопатой закидал памперсами и все. И они там шикарно совершенно сосуществуют. А вы ее где брали? Вот обстоятельства покупки. Обстоятельства покупки... В Москве нашел. Где их? Там, вот, метро Алтушевская вроде, где-то там покупал. Вот. Там, получается, я третий хозяин. Второй хозяин был водитель, но он на своей «Газели» работал. То есть он на ней только до стоянки ездил. Как он мне сказал. Ух ты, гад. Как наврал-то, а? Первая была девушка. У нее все ТО. Она у дилера проходила книжку, все чеки есть. Понятно. А «Газелист» тоже ТО, книжка, чеки? Не, он на ней там... Да, чеки, да. Но он обслуживал в другом сервисе. Хорошие ребята. Ну, а сейчас вот я как бы езжу... Да, единственный минус. Я обслуживаюсь официально у дилера. Ну, по цене выходит то же самое. То и так. Ну, вы гордитесь ценником, который вам назначает официальный дилер? Вы уже почувствовали себя премиальным клиентом, владельцем Мерседеса? Ну, ценника, могу сказать, ну, на долларов сто, ну, три тысячи дороже. Но зато я знаю, что я не встану нигде и там денег потул и буду ждать тех помощи. Ой, Александр, вы очаровательны в своей наивной простоте и вере в сказки. Я думаю, что вы ребенку своему будете читать их с особым артистизмом на ночь. Главное, не читайте неадаптированный перевод бременских музыкантов. Читайте адаптированный перевод. Потому как братья написали такие страшные вещи, что только наши русские переводчики смогли сделать из них действительно шедевр. Ну, в итоге у вас машина бегает, лето теплое, попутный ветер, трава зеленая. В какой момент это накроется медным тазом, не знает никто. Можно на всякий случай сходить к гадалке, она скажет чуть более точно. Но сама по себе конструкция прочная. Единственная подлянка, которая вас ждет, это может быть, может быть по коробке передач и традиционное корейское пренебрежение к втулкам стабилизатора. Просто потому... Их поменялось. Вот. Вы их поменяете еще, наверное, раза три. Потому как 10 тысяч для них это уже хорошо. 15 обычно стучат. Каждое ТО можно менять спокойно свечи, втулка стабилизатора. Все остальное по факту. Но, к счастью, жена, ребенок, красота. Наслаждайтесь. Там видно будет. Купите еще что-нибудь. Новости. СМС-очка затерялась у нас на сайте. Сообщение от человека, подписавшегося Пол Вол. Это один из моих любимейших для общения корреспондентов через социальные сети. Я ему очень признателен за всегда чрезвычайно добрую, в принципе, позицию по большинству важных вопросов. Он очень правильно пишет, что нужно объявить сбор средств на бензин вообще для чиновников, а особенно для гайцев и работников налоговых органов. Поскольку им и компенсирует все-таки служебный транспорт, совершенно логично предлагает наш Дмитрий Анатольевич. И здесь, в принципе, очень логично, очень правильно, что эти люди должны как-то серьезнее ощутить заботу народа о себе. 65, 10, 9, 9 и 6. Владислав, здравствуйте. Добрый вечер. Вы дождались? Да, дождался. Всего лишь 20 минут. Вот. Видите, какое счастье в пятницу? Да. Ну что, в пробке встаю, все равно делать нечем. Я хотел спросить, вот мне предлагают машинку, да, 120-ю Праду, пробегом на 70 тысяч. Какие там подводные камни могут всплыть? Откуда такой подарок? 75 тысяч – это что за странный вариант избавления от машины в расцветительных лет? Ну, 70 тысяч пробега, ну, есть чудаки всякие разные. Почему? Ну, чудаки проверенные? Да, на глазах машина, можно сказать, выросла. Ну, то есть, если подводного камня вот здесь с неизвестностью биографии нет, то сам по себе 120-й Прада, он лучше, чем 150-й, он менее угоняемый, чуть-чуть поинтереснее, понадежнее сделан. В принципе, он, к сожалению, больше сориентирован на то, чтобы тихо красться по городу, и серьезно фигачить по буеракам. И вот если вы чисто горожанин, то здесь придется к этой машине долго привыкать. К ее заднеприводному характеру, к ее странным, не совсем понятным тормозам, к ее недостаточному рулевому управлению и к ее, в принципе, вот этому американизму, такому шаткому валкому. После того, как вы к этому привыкнете, все, машина ваша, вы с ней будете долго и счастливо ездить. Прокатился, я представляю, как она ведет себя, то, что ее, конечно, на трассе при малейшем шевелении руля вносит там в зад только так. Она себя ведет, как мусорное ведро, которое вы выронили на лестнице, и она с грохотом начинает катиться, куда ей надо. Ужас. Да, то есть так, конечно, не погоняешь, но зато вот по лесу нормально, да. Да, да, да. Вот по лесу нормально, и не случайно совершенно вот эта ее трансмиссионная схема, она стала донором большого количества всяких других конструкций, потому как отработана. И вот то, что на дороге, на асфальте плохо, запаздывание в реакциях, вот этот неадекват, в лесу-то это как раз плюс. Поэтому если спрыгнули куда-нибудь удачно на кочку и поскакали за морожкой, она очень даже бодро хвостик задрала, и вместе с вами туда же. А вот не подскажешься, ну мотор-то, наверное, там неубиваемый все-таки, он такой ненагруженный, в принципе, да, ходить будет долго. А вот коробка, автомат, как она там походит? Она походит, она вас немножечко измотает, она вам кровью-то попьет. Причем кровью попьет не чисто технически, не из-за того, что у нее ресурсы, а из-за того, что у нее алгоритм работы. Но вообще коробка у нее... Вот это вечный ведь спор. Те, кто... Апологеты Тойоты, они говорят, что в ней не ломается ничего. С точки зрения любого слесаря, который стоит в смотровой яме и ремонтирует именно Тойоту, особенно 120-й Прадо, он вам скажет, что это, в принципе, некролог. Любая машина, странно, что она вообще еще шевелится, потому что должна была сдохнуть в момент рождения. Истина где-то посередине. Кому как повезет, но вот у меня есть пара беспощадных владельцев 120-х, и они, ну, с легким бездорожьем. Эти машины выкатывают где-нибудь, наверное, под рубеж 200 тысяч. У них ни по одному из основных агрегатов нету никаких замечаний. При том, что они к технике беспощадны, как к врагам Рейха. И машина просто прочная. Хотя и я знаю пару барышень, которые с изумлением сказали, что она почему-то сломалась. Но у них, правда, и афон сломался, и личная жизнь сломалась, и еще много чего сломалось. Понятно. Ну и такой еще один вопросик. А вот Volvo XC60 по трубчикам D3 или турбина. Так. Что вы можете сказать про новую машину? Она хорошая, она молодцом. Там тем более, как всегда, напихана с избытком всяких систем безопасности. И, конечно, она на всю жизнь будет считаться женской. Я поэтому ее не для себя рассматриваю. Как она вообще по надерности? По надерности она точно такая же, как абсолютно все дешевые машины, провозгласившие себя в одностороннем порядке премиальными. Ее премиальность, она только в ценнике. Ну и более-менее в качестве материалов. Во всем остальном, и любая Volvo, это просто машина. И развалится она точно так же. И у нее будут отваливаться очень жизненно важные органы на общих основаниях. Хотя есть счастливые владельцы, которые туда же нам в программу звонят и говорят, что, например, на даже более тяжелых, на ХС-90-х, то, что должно было отвалиться четыре раза, не отвалилось ни разу. Да, бывает. Но в ХС-60, что хорошо, она все-таки нормально едет. Вот здесь они, опять-таки, хорошо поработали по подвеске. Они хорошо поработали, например, по сиденьям. Там очень удобно сидеться. Спина там не болит. В эргономике есть нюансы. Вот этот знаменитый трюк владельца Volvo. Попробуй, сидя за рулем, выпить что-нибудь из бутылочки 0.33. Не получится. Придется выйти из машины, чтобы сделать целебный глоток живительной влаги. Конструкция не позволяет. И сама по себе машина, она сделана в расчете на неторопливую шведскую швабру, пугающей внешности, на которую никто не заглядывается. И она поэтому едет медленно. У этой машины расположение органов, толщина стоек, она сделана в расчете на человека, который не привык вертеть башкой. Эта машина, как всякая Volvo, она сделана по принципу, этот человек пользуется подсказками, приборами и электроникой. Он смотрит только по зеркалам, только по всяким радарам, только по секторам, которые ему оставила, например, смотровая щель спереди. Но вот мы-то с вами обычно себя по-другому ведем. Мы пытаемся, заходя в поворот, посмотреть, а что за этим поворотом, потому что стойка мешает. Мы, когда паркуемся довольно часто по старой школе, оборачиваемся назад полным корпусом и смотрим не только по зеркалам, но и по реальным габаритам. Вот Volvo на это не рассчитано. И если барышня готова к тому, что ее инсталируют в кресло, запрут, зажмут, затянут, и она не будет дергаться, и в этой позиции ей нормально, все, они с этой машиной будут дружить долгие годы. А вы будете тихо ремонтировать. Мотор-то вроде тоже не нагруженный такой, 160 сил, литраж. Он очень хороший мотор. Вот эти два двигателя D3 и D5 потрясающе сделаны. Это на самом деле тоже двигатель, просто там форсированный. Они его после того, как гарантия пройдет, предлагают зачиповать. Да, и сделать из него нормальный D5. 215 лошадиных сил, и тогда эта штука вообще летает потрясающе. Есть такой момент. Ну, то есть, в принципе, так ничего, да? То есть 100 тысяч отъездит. 100 тысяч она отъездит, и вы будете лучшим другом любого дилера, потому что он обожает клиента, в том числе на ХС-60. Он обдерет вас не просто как липку, он попытается вас заставить продать квартиру, потому что ремонт этой машины – настоящее шведское качество. Ну, вы знаете эту сказку о том, что вы дилеру должны, а он вам почему-то нет. Борис Алексеевич, здравствуйте. – Здравствуйте, Сергей. У меня вопрос такого плана. Дочь собирается приобрести автомобиль в пределах одного миллиона. – Хорошая дочка. – А рассматривается Kia Sportage. Дочка хорошая, вы правы. – Значит, до этого она ездила на «Шевроле Нива», и ездит неплохо, и нет. Вопрос следующий, план, не делает ли она ошибка, потому что я отношусь к человеку, который автомобиль является средством передвижения, и более того. Поэтому я не готов порекомендовать какой-то автомобиль другого класса и так далее. Вот этот автомобиль Kia Sportage, не делаем ли мы ошибку? – Борис Алексеевич, а сколько дочке лет? – 27. – Она уже замужем или еще не замужем? – Нет, она не замужем. – Немедленно, просто срочно покупать Kia Sportage в обязательном порядке, потому что с этой машиной у нее шанс появится выйти замуж. Замечательная дочка Борисовна, она в этой красивой упаковке будет смотреться абсолютно органично. Вот Нивой она распугала абсолютно всех. Даже самые стойкие оптимисты сбежали, потому что бешеная баба на Ниве не нужна никому. А вот нежная девочка на Sportage, это, знаете ли, уже повод для того, чтобы как минимум подъехать поближе. – Понятно, но речь не о том, а я не о замужестве, а об автомобиле. – Да? Ах, об автомобиле. – Да-да-да. – Ах, вот в чем дело. Так, знаете, на Sportage можно доехать и до ЗАГСа. А, мы не об этом, да? Полный привод, замечательный мотор, удобная машина. Там есть, как всегда, свои нюансы. Ну, куда же без них. Но сам по себе автомобиль правильно сделанный. Он европеец, в нем корейского нет ничего, кроме названия. Делали его специально под Европу. И делали его специально для того, чтобы он стал номером один в Европе. Ну, практически они с этой задачей справились. То есть, конструктивно в ней будет очень удобно. Вот она сядет в эту машину, и она не будет задавать дурацкие вопросы. «Папа, а почему?» Она сядет, внимательно посмотрит, поймет, что именно так оно должно было быть. У нее скатится легкая слеза, потому что она лучшие годы угробила в Ниве. И после этого, расправив плечи и избавившись в анамнезе от этого страшного заболевания под названием отечественной автопром, она с наслаждением поедет на очень правильной машине. Тут вопрос, конечно, полного привода. Будет соблазн взять себе машину недоприводную? Не надо, гоните. Только полный привод. Автомат нормальный, привод работает адекватно, машина красивая, дочка замечательная. Все, вот наконец-то карта легла как надо. Спасибо, Сергей. А что касается замужества? Какой цвет рекомендуете как мужчине? Рыжий. Рыжий, да? Понятно. Ну, в одном случае. Рыжему цвету больше всего мужчин будут засматривать. Машина в этом виде настолько яркая. То есть, если она покупает серую мрачную, она тем самым показывает, что она такая же серая мрачная мышка. То есть, она типа младший бухгалтер в ЖЭКе. Это кому-нибудь надо? Нет, ни в коем случае. Самое главное, не спорьте с ней по поводу цвета. Если она будет ошибочно выбирать себе черное или белое, постарайтесь ее покатать на тест-драйве на рыжий. Потому что рыжие — это хорошее настроение. Это кусочек солнца. Он всегда позиционирует женщину как человека радостно-эмоционального, повернутого в сторону вот таких немаловажных нюансов. Черное или белое говорит о психологическом примитиве. О разграниченности. Здесь едим, здесь не едим. Здесь шнурки завязываем, здесь не завязываем. Вот эта женщина как логарифмическая линейка, она просто не привлекает. Спасибо большое, Сергей. Спасибо за рекомендацию. Успехов вам. Выбирать дочке машину — это никогда не бывает просто так. Это то же самое, что выбирать дочке биографию. До понедельника.